друзья всем привет с вами серж проект soul finder и друг мой если ты знаешь что это за коробка тебе точно понравится это видео если ты не знаешь расскажу у нас сегодня презентация номер 400 обзор обозрение анбоксинг 400 пары это определенный юбилей и я думаю что же должно быть все же такое камень mail камень и я подумал что так как вы меня смотрите скорее всего вам больше понравится если это будет наша классическая рубрика сундучок сержа я поковырялся у себя в шкафу и нашел одну пару кроссовок я про него вообще забыла не знаю почему я давно про нее не рассказал но тем не менее и по такому случаю я даже надел кардиган найковский который я там же нашел шкафу кардиган lebron те времена когда еще широкие штаны и костюмы были в моде найки выпустили леброну такой кардиган велюровый его носить невозможно самый странный кровь в мире но лебронский ему уже лет 13 и у нас сегодня студии это важнее кроссовки вуменс nike shocks dt shocks dt все знают shocks виси но вот шокс детей не знает практически никто потому что эта модель ну я не могу назвать редкая она скорее осталась без внимания потому что первое она женская второе не хочу обидеть никого она женская и третье в то время выпускалось такое количество шоксов что в общем она могла спокойненько затеряться шокс детей шокс детей я вот так вот издалека буду показывать подошву потому что по какой-то непонятной причине достаточно пыльная как будто ее несколько раз примеряли но так как я мне не играл не ходил и корпус целый скорее всего это последствия каком-нибудь американского дисконта которая приехала ко мне спустя какое-то время это кроссовки модель 2006 года то есть им друг мой 13 лет возможно больше чем тебе это кроссовки которые были созданы специально для даяны тауразе даяна тауразе несколько раз а может быть ну как минимум один раз выиграла чемпионат nba много раз выиграла какие-то российские чемпионаты играла за динамо за динамо она играла в году 2004 пятом и может быть она позже играла еще за какую-то другую российскую команду но я уже не в курсе потому что я с ней пару раз пересекался когда она играла в динамо и она была очень добрая по контракту найковскому вместе со сию bird они супер они привозили мне какие-то кросса шмотки из америки аптемпа привозили мне аптемпа 95 одни из моих первых аптемп 95 привезли мне они но тогда этой модели у даяна еще не было и она очень крутая девчонка и играет она совсем не как девчонка и поэтому ее стиль это леброн и поэтому символично символично быть в велюровом кардигане от леброна джеймса сегодня она получает до сих пор именные расцветки очень крутые и за ними потом охотятся и ценник продажи очень высокий на именно ее расцветки хотя эта именная модель на волне других шоксов это вы можете видеть база схожа с шокс элевейт шокс элевейт подошва очень популярна была в россии такие кроссовки люди того поколения узнают из 1000 возможно даже по рисунку подошва давайте чуть детальнее попробую рассказать об этих кроссовках насколько это возможно синтетика корпус весь из синтетики здесь ничего на натурального нет даже не натуральный баллон шокс в пятке носовая часть немножко прикрыта такой зоной как вы можете видеть так грубоватое исполнение но она в принципе присущу кроссовкам начала двухтысячных чуть позже стали вылизывать делать такими аккуратными быстрые силуэты потому что тогда еще пытались бороться с кожей так скажем пытались от кожи отойти но при этом не уйди в пластмассу fly не то не было гиперфьюза и прочих аналогов не было поэтому вот мы видели практически на каждой модели или это или натуральную кожу мы видели тогда пометка flight всякие шокс упс тогда еще были вот тут многие элементы похоже но прошел все песка когда я говорю это такая выделенная зона пятки нашел себе стук еще такая огромная липучка и там общем шокс по всей длине но это я может быть хранить достану из его волшебного шкафа но не сегодня логотип но этот логотип вы наверняка не видели потому что даже честно говоря я не припомню тебе в открытых источниках видел хотя это модель я знал но пока не получил в свою пару не вспомнил не вернее не узнал а вот сейчас вспомнил и показываю вам посмотрите на логотип чеки как будто развернутые с ушки синюю зону обрамляют в общем много много сушков область пятки выполнены из такой под карбон материал под карбон очень жесткая пятка с шоксами пятка всегда должна быть жесткая не может быть иначе есть внутренний сапожок на второй единице я покажу и а лансиком вот так вот видите то у разы и сама система амортизации шокс конечно она уступает многому не уверен я в ее эффективности на этой модели точно потому что это такой грубый столбовой шокс не и так называл всегда потому что допустим картеры вторые на них он прям активный ты можешь поражать а здесь на нем видите такая накатная резиночка ее можно скрутить вот так и вы увидите что эта зона в общем рассчитана только на вот это вот резиновое кольцо а у картеров вторых это единая система и поэтому там пружины они движутся чем крутые еще эти кроссовки но это в общем обычное дело для шоксов того времени это передняя часть зумы и зум и здесь достаточно был большой баллон зум и он очень эффективный найки я видел сэмплы пытались в какой-то момент придумать модель в которой шокс переедет вперед а зум переедет назад я видел эти кроссовки они назывались шокс лифтов по моему в сэмплах в начале двухтысячных но это выглядело конечно как минимум странно потому что у тебя пятка все равно должна быть выше чем передняя часть а если здесь шокс у тебя там пятка где-то вот здесь вот начинается и эту модель решили видимо не пускать в производство и вот этот рисунок как я сказал уже такое отходящие отходящая схема платы с шоксом выходящим из задней части nike basketball и значок шокс достану второй предварительно расшнурованный башмар вот так так и никак иначе немножко изменим картину и попробуем посмотреть какого размера здесь сапожок это те времена когда еще сапожки были но не было вот этой вот схемы когда ты не можешь проникнуть в свою обувь вот давайте сначала надпись теуразии и какие-то принты кельтские узоры кстати я никак не покажу но на моем кардигане на спине на плечах точно такой же но схожий рисунок если поищите nike lebron velour jacket в интернете вы можете найти фотку спины и посмотреть как это выглядит вот сейчас на моем видео сапожок здесь очень хороший он мягкий он эластичный самое главное то есть в них можно проникнуть даже с высоким подъем хотя это будет просто чуть тяжелее и как видите горловина достаточно узкая сейчас вам покажу еще изнутри как выглядят эти петли выглядят они достаточно топорно но этим кроссом 13 лет 13 лет назад все было не так друг мой все было совсем иначе если тебе тогда было 7 и ты еще не умел сидеть в нетке а сейчас тебе 20 ну посмотри что было когда ты еще не умел сидеть вот система шнуровки опять же топорная никаких петель стальных снаружи нет в смысле внутри снаружи немножко пластика и здесь внутренняя линейная шнуровка которая в общем ничем не примечательно только на язычке сапожки язычки вы можете видеть кучу отверстий для вентиляции друзья я надеюсь что сегодняшний день останется у вас в памяти также как у меня мы перевалили восемь лет вещания если тебе тогда было 7 лет когда мы начали то сейчас тебе 15 лет друг мой хотя нас смотрит и более взрослая аудитория и еще сегодня ночью я из своего сундучка достаю пару кто знает о чем речь похлопайте zoom teabag flight те самые кроссовки на молнии про которые рассказал сегодня я их продал сегодня ночью их купили я их отправляю пусть другой человек их получит пусть он также будет радоваться это переходящий трофей и вот эти кроссовки я тоже продам потому что у меня нужды в них нет в них играть скорее всего уже не стоит это уже коллекционный экземпляр вы можете также найти на ebay эти кроссы и посмотреть там я сегодня увидел две пары одни стоят там что-то около 100 баксов другие около 150 просто посмотрите на них мало что интересного осталось у меня шкафу в шкафу ну максимум еще на 12 выпуска поэтому я думаю до 500 анбоксинга мы дойдем ну а дальше не знаю посмотрим и вот на такой мажорной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю видео презентацию 400 выпуск 8 лет вещания 15000 стабильных подписчиков до новых встреч друзья